Сегодня здесь я представляю регион, который можно назвать экстремальным регионом. Я не хотел бы вести дискуссию с Галиной Петровной, которая сказала, что Москва – самый главный город контрастов и социального неравенства. Наверное, Москва и Московская область – это два региона, которые самые яркие представители всякого вида неравенства, которое существует в нашей стране. Достаточно сказать, что самые резко имущественные контрасты, которые существуют именно в Московской области, достаточно назвать, допустим, Рублёвку и деревни Талдомского района. Например, в Рублёвке, небольшой пример, есть такое поселение Барвиха. Бюджет Барвихи – 700 миллионов рублей. А вот в Дмитровском, Талдовском районе есть муниципальное образование, где бюджет 14-15, а в некоторых местах и 9 миллионов. Это подтверждает те слова нашего лидера. Сергей Михайлович сегодня говорил о социальном неравенстве, о децильной системе в отношении доходов населения, наиболее 10%, которых самый богатый и самый бедный. А вот вам, пожалуйста, целое поселение, самые богатые и самые бедные, которые здесь у нас сегодня. Можно сказать, что экстремальная ситуация складывается в Московской области и по самым высоким тарифам, опять я Галину Петровну здесь цитирую, по тарифам на коммунальные услуги. Самые высокие в Московской области. Ежегодный прирост составляет 19-20%, хотя объявлено, что не должно быть больше 14, и это продолжается. Тарифы на потребление электроэнергии, газа для производственных предприятий зашкаливают вообще за подключение самые дорогие в Российской Федерации. Что и говорить, Московская область чемпион по долгу, по бюджетному долгу. Это почти 150 миллиардов рублей. Только на минуточку представьте, сколько лет, я даже не знаю, подмосковным жителям или уже теперь новым москвичам придется расплачиваться за эти долги, которые были сделаны буквально за последние пять лет. Должен сказать, и не открою ни для кого секрет, что Московская область – это один из самых коррупционных регионов Российской Федерации. Количество чиновников в ранге первых заместителей, руководителей глав администрации и глав администрации, которые находятся в местах лишения свободы, зашкаливает за десятки человек сегодня. В одном Дмитровском районе шесть первых заместителей главы района за последние пять лет были отправлены в места не столь удаленные. Первый заместитель главы русского района на девять лет посажен и доказана визна захищения. И самое, самое вот объявленное, сейчас все об этом обсуждают и говорят, вице-губернатор Московской области господин Кузнецов, бывший вице-губернатор Московской области господин Кузнецов заочно арестован и находится в бегах, все знают, где он находится. Тем не менее, ему предъявляется обведение в хищении четырех миллиардов рублей. Вы понимаете, вот эта вот ситуация, которая складывается и последнее, последнее решение, которое было принято без нашего участия, решение о присоединении к Москве части Московской области. Коллеги, я не знаю, где я сегодня живу, я как раз попал, я под Апрелевкой нахожусь. Апрелевку разбили ровно на две части. Одна часть с одной стороны Киевского шоссе, другая часть по другую сторону. Где теперь паспорт получать и вообще каким региональным управлением, региональным отделением руковожу. Тоже сомнительно, потому что где я живу. Извините, это, конечно, несколько гипертрофированное представление ситуации, но тем не менее оно есть. И в связи с этим предложение, которое мои коллеги из нашего регионального отделения просили передать в программу партии, Главное предложение, и я поддерживаю предложение коллеги из Рязанской области, что первым пунктом нашей программы должна быть политическая тема, изменение политической системы в Российской Федерации. Без этого не сдвинется ничего, ни ЖКХ, ни медицина, ни образования. Пока мы не будем выбирать губернаторов, которые сегодня одним рощерком пера отдают территорию более в 2,5 раза больше, чем Москва, Москве и одному другому региону. Коллеги, ну как это может быть? Мы же его избирали вроде как на областной думе, а он сегодня отдает огромную часть территории Московской области. Так не пойдет, не изменив политическую систему. Поэтому наше первое предложение, это предложение в первом пункте программы партии отразить эти вопросы, тем более руководители партии эту тему отработали от А до Я, есть предложение ясное и конкретное. Вторым пунктом, который бы мы хотели, чтобы в программе присутствовал этот вопрос, сегодня обсуждался много, много говорится, это коррупция. Московская область, чемпион по коррупции, могу точно вам сказать, где вы возьмете в мире регион, страну практически, где создана организованная преступная прокурорская группировка. Заместитель главы прокурора Московской области находится в бегах, объявлен в розыск Интерполов. Вдумайтесь на минуточку, и все нормально, значит, у нас и губернатор, и правительство, значит, ничего никак не реагирует. А мы его утверждали на Московской областной думе, говорили, что, значит, он хороший прокурор. Коллеги, вещи, которые нормальному человеку в нормальном общении не удается, это безумие. Вот мы сегодня обсуждали некоторые вопросы, другим словом, но просто безумие. И чтобы это как-то изменить, возвращаясь к первой позиции, нужно менять политическую систему в этом смысле, и принимать жесточайшие меры программы национальной по коррупции. Но только как с коррупцией бороться, известно. Не мы первые по этому пути идем. Мир знает, как бороться, и есть система парламентского контроля, в том числе реформирование правоохранительства и так далее, и так далее. Все это у нас в предложениях есть. Так вот, мы бы хотели наше региональное отделение, чтобы это было одним из главных положений нашей программы. Касаясь региональных выборов, это почему? Потому что мы же строим еще и региональную программу в этом году. В этом году выборы в Думу государственную совпадают. Их сделали, чтобы они совпали с выборами в Московскую областную думу. Мы готовим свою программу, свои ответы на те вызовы, которые существуют в Московской области. Вызовы, они опять связаны с политической системой, которая позволила сегодня, за два месяца до выборов, изменить полностью ситуацию, политическую избирательную систему в Московской области. Изменили пропорциональную на смешанную. Ввели, порезали округа так, как никогда не было, потому что на сегодняшний день, чтобы вы понимали, у нас есть районы, которые разбиты на три, на четыре части и розваны в другие районы. Это имеется в виду в избирательные округа. Такого никогда еще не было. Для чего это сделано? Сделано для того, чтобы у нас, будем так говорить, Щелковский район на две части, где самая сильная и справедливая Россия, на две части разбили. И могу продолжать. Чеховский район, где наш глава на две части и так далее. Поэтому вот в этих условиях, то же самое наши требования, в нашей предвыборной программе в Московской области, где работает сегодня почти 300 депутатов различных уровней, будут опять-таки политические вот эти вот преобразования, требования на уровне региона. А дальше, как коллеги сегодня говорили и обращали внимание, что инструмент это бюджет. Я поддерживаю коллегу нашего депутата Государственной Думы Белякова, который совершенно правильно акценты расставил. Не изменим что-то в бюджете, не повлияем на расстановку акцентов в этих бюджетах, ничего, не образование, нечем будет ни учить, ни лечить, ни защищать. Поэтому вот эти вот вопросы, самые главные, стоят на повестке дня, стоят на повестке дня перед нашей партией, перед нашей региональной организацией. И сегодня, вот несмотря на то, что наш коллега из Союза десантников как-то непонятно сказал, что он поддерживает, не поддерживает партию, тем не менее, я считаю, тот девиз, который есть у наших десантников, ну это слова известные, никто кроме нас, справедливая Россия и справедливая Подмосковья. Только... Спасибо. Спасибо.